20 декабря 2021 года, после 12 дней, проведенных в космосе, на Землю вернулся экипаж 20-й экспедиции посещения МКС. Командир экипажа, герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, для которого этот полет стал третьим в его космической биографии, и участники экспедиции – космические туристы из Японии Юсаку Мэйзава и Йоза Хирана. Возвращение из космоса – процесс многоэтапный. Вечером 19 декабря экипаж экспедиции перешел на корабль и закрыл переходные люки. Люки закрыты, защелки стянуты, электроразъемы стыкованы. Через три часа «Союз МС-20» отделился от модуля поиска российского сегмента станций. «Саша, Эльзи и Йоза, мы желаем вам хорошего пути домой и мягкой подставки. От его экипажа, скажите, спасибо, друг. Экипажу тоже большое спасибо за теплый прием». Затем он разделился на три части – бытовой отсек, приборно-агрегатный отсек и спускаемый аппарат, который и начал путь к Земле. О подготовке экипажа к возвращению на Землю рассказал исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, герой Советского Союза и герой России Сергей Крикалев. «Разные экипажи готовятся по-разному. Экипажи короткой экспедиции, как правило, просто завершают свои работы, укладывают оборудование. Экипажи длительной экспедиции, как правило, проходят как определенный этап медицинских экспериментов предпосадочных, так и подготовку сердечно-сосудистой системы. У нас специально существуют тренировки, которые происходят для сосудов. При этом, поскольку у нас силы тяжести нет, за счет перепада давления достигается вот такая тренировка сосудов, чтобы человек быстрее восстанавливался на Земле. Идет подготовка, в том числе и что съесть, что выпить, как насытить организм и кровь солью таким образом, чтобы задержать побольше жидкости, потому что жидкость в космосе с человека уходит быстрее, чем здесь на Земле в условиях тяжести. И таким ответственным этапом, за который отвечают в основном командиры, это, как правило, укладка грузов на корабле и уже, собственно, выполнение самой программы. Потому что выдача всех команд должна быть с точностью в пределах секунды, потому что каждая секунда полета по орбите – это 8 километров. Ты на секунду позже включил двигатель, ты уже промахнулся на 8 километров. Ошибся на 10 секунд, уже 80. А даже на вертолете 80 километров лететь не так быстро получается. Поэтому для того, чтобы посадка была точно в том районе, который ожидается, нужно очень четко выполнять эти действия, циклограмму. Космонавты готовятся к тому, что делать, если что-то пойдет не так. И это зачастую иногда больше времени занимает, чем штатная программа. Но вот таким образом готовятся космонавты к спуску. Участники космических полетов, у них подготовка минимальная, и уже в день посадки они должны одеть индивидуальные средства защиты, одеть скафандры, при необходимости помогать командиру и не мешать там где-то не надо. Этап и взлета, и посадки очень динамичный. И если что-то идет не так, то там происходит все достаточно быстро, достаточно энергично. Поэтому во время посадки корабль тормозится. Корабль сходит с земной орбиты. Вернее, он, скажем так, переходит на ту орбиту, которая начинает цеплять за атмосферу. И дальнейшее торможение уже происходит за счет трения об атмосферу. При этом огромные температуры достигают тысячи градусов. Перегрузки становятся такие, что тело человека становится в пять раз тяжелее, чем его вес на земле, если все идет штатно. Но и если что-то идет не так, то, опять же, решение надо принимать очень быстро и очень оперативно выполнять какие-то действия для того, чтобы обеспечить безопасную посадку. Штатная посадка у нас делается в режиме управляемого спуска, автоматического управляемого спуска, если все нормально. Если автоматика по каким-то причинам сбоить, у нас есть резервный режим ручного спуска, который тоже позволяет с относительно небольшими перегрузками по относительно пологой траектории спуститься и приземлиться в задном районе. Но и если уж совсем что-то пошло не так, у нас еще есть третий резерв, это режим баллистического спуска. И это происходит в тех случаях, если совсем отказала автоматика, для того, чтобы обеспечить безопасное возвращение человека, есть режим баллистического спуска. Низкая облачность и снежная метель не позволили использовать авиацию. Поэтому к месту посадки специалисты поисково-спасательной службы добирались на специальных автомобилях «Кречет» и «Синяя птица». Вместе с ними 500-километровый марш по казахстанским степям проделал и корреспондент «Роскосмос ТВ» Николай Вдовин. Наша экспедиция в предполагаемую точку посадки спускаемого аппарата «Союз» стартовала сегодня рано утром в 6 утра в городе Караганда. Часть специалистов из воздушного поиска из-за сложных метеоусловий присоединились к нашей телевизионной группе и едут вместе с нами. Такого не было уже 8 лет. Преодолев 350 километров, автомобили вышли на бездорожье и продолжают путь к предполагаемому месту посадки спускаемого аппарата. Впереди 150 километров бездорожья. Сейчас ждем хлопка в небе при раскрытии основного парашюта. Сплошная облачность в месте посадки. А сейчас не была гонка? Так успела наша телевизионная группа первыми прибыть. Так, вот мы первыми приехали. Наверное, впервые в истории, да, такая? Посадочный парашют, который только что на высоте 10 километров погасил всю огромную скорость спускаемого аппарата. Можно увидеть огромную площадь просто этого парашюта. Первым командир. Мы находимся рядом с машиной ПМ. Это поисковая машина спасателей «Анфибия». «Синяя птица» называется. Вот мы сегодня полностью. Эшелон шел только землей. Из-за сложных метеоусловий никакой авиационной техники не было. И это уникальная операция. Как можете заметить, у меня на щеке сажа. Это такое посвящение поисково-спасательной службы. Люди, кто первый раз присутствует на такой уникальной операции. Сейчас мы ждем выхода командира экипажа Александра Мисуркина. Насколько нам известно, самочувствие отличное. Александр, как у вас самочувствие? Все прекрасно. Спасибо большое всем за поддержку и за то, что следили за нашей посадкой. Скажите, была уже мысль о том, что будете сами самостоятельно выходить? Ну, конечно, уже прорабатывал свои действия на тот случай, если НПСК не приедет вовремя. Ну, спасибо большое, ребят, очень оперативно нас нашли. Спасибо. Возят сегодня космонавтов с наземным транспортом. Из-за возможности обледенения ни один вертолет не прилетел. 20-я экспедиция посещения МКС, которой госкорпорация возобновила пилотируемые туристические полеты в космос после 12-летнего перерыва, успешно завершилась. В этот же день Александр, Мисуркин, Юсаку, Мейзава и Йозахирана прибыли в звездный городок, где пройдут послеполетную реабилитацию, которая продлится от 14 до 21 дней. На космодроме Байконур специалисты филиала ЦИНКИ Космического центра Южный, НПО имени Лавочкина и РКЦ «Прогресс» завершили сборку головной части в составе космических аппаратов «Ванвэб», разгонного блока «Фрегат» и головного обтекателя. Запуск 36 космических аппаратов «Ванвэб» с ракетоносителем «Союз-2.1б» запланирован 27 декабря со стартового комплекса площадки 31 космодрома Байконур. Смотрите нашу прямую трансляцию запуска с 15 часов по московскому времени. На 24 декабря 2021 года запланирована коррекция орбиты МКС с помощью двигателей грузового корабля «Прогресс МС-18». После проведения маневра средняя высота полета станции должна будет уменьшиться на 1,8 километра и составить 417,5 километров. Цель операции — формирование начальных баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля «Союз МС-21» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-19» в 2022 году. В Институте космических исследований РАН проходит ежегодная всероссийская конференция «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра — 2021». Тематика конференции охватывает все разделы астрофизики высоких энергий и наблюдательной космологии. Особое внимание уделено результатам первых двух лет работы в дальнем космосе обсерватории «Спектр-РГ». 23 декабря на орбите запланирована операция отстыковки и приборно-агрегатного отсека грузового корабля модуля «Прогресс МУМ» и его сведения с орбиты. Основная часть корабля сгорит в атмосфере, а несгораемые элементы будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана. Цель операции — освободить надежный порт модуля «Причал» для будущих стыковок к нему российских кораблей «Союз» и «Прогресс». Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил космонавта Роскосмоса Олега Новицкого Орденом Дружбы Народов. Олег Новицкий, уроженец города Червень Минской области Белоруссии, удостоен награды за значительные достижения в освоении космоса и большой личный вклад в укрепление международных связей, сообщила пресс-служба белорусского руководителя. Создание системы наземных станций приема сигналов от поисково-спасательной аппаратуры «Каспас-Сарсат» на борту среднеорбитальных навигационных спутников «ГЛОНАСС», «ГПС», «Галилео» и «Бейдоу» начали в холдинге российские космические системы, входящие в госкорпорацию «Роскосмос». Вместе с используемыми сейчас низкоорбитальными геостационарными спутниками применение среднеорбитальных существенно повысит скорость передачи данных с аварийных радиомаяков, что ускорит поисково-спасательные операции. Присылайте и в следующем году ваши астрофотографии и вопросы о космосе на tvsobak.tvroskosmos.ru и до следующей космической среды. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»